Забив первый мяч после 10-месячного больничного, Андрей Ермоленко первым делом побежал благодарить клубных медиков, которые помогли ему избавиться от серьезной проблемы с ахиллом. Весь персонал действительно очень помог мне, не просто работая со мной в тренажерке, но и каждый день в разговорах, мотивируя меня. Здоровье для футболиста крайне важно, поэтому игроки настолько благодарны хорошим врачам и реабилитологам, что готовы делить с ними славу. А кому еще звезды посвящают свои голы и победы? Сегодня у нас немного необычный и сентиментальный выпуск. ТОП-10 футбольных посвящений. Скажу сразу, места в этом ТОПе условны, красавцы все. Десятая строчка у нас идет посвящение болельщикам. Например, я уже рассказывал душераздирающие истории фаната Фейнорда Рыжего Марка. Напомню вкратце, мужчина 41 год активно болел за клуб, а когда выяснилось, что он смертельно болен, Фейнорд доставил его на стадион на каталке и устроил фантастическое чествование, по сути посвятив фанату весь последний в его жизни матч. В России недавно произошла похожая история, которая показала, что один человек без ума влюбленный в футбол может объединить даже непримиримых врагов. Знаменитому фанату Спартака Алексею Васику по прозвищу Бахыт, погибшему в автокатастрофе, посвятила свою победу команда. А капитан Джики признался, что цифра в 400 выездов его потрясла. Но это не самое крутое. В честь Бахыта вывесили баннеры болельщики ЦСКА и Зенита. Вы прикиньте? Таким трогательным российское фанатское движение не выглядело, наверное, никогда. Ну и еще одна история, которая очень ценна, потому что звездный футболист заморочился не ради армии фанатов, а ради одной семьи болельщиков. Я обыска. На одной из фотосессий к испанцу подошла маленькая девочка и попросила сфотографироваться с ней и с ее глухонемыми родителями, показав их семейный жест. Игрок так растрогался, что не забыл эту семью и в следующем матче отпраздновал очередной гол жестом, который показала ему та девочка. Ну, классно же. На девятом месте Жоны. Я когда-то рассказывал про традиционные празднования Рауля, который после каждого гола целовал безымянный палец, и Тотти, который сосал большой палец, любовно пародируя привычку своей супруде. А вот несколько разовых акций, целью которых было задобрить любимую супругу. Артем Дзюба в марте 2015 года спалился с телеведущей Марией Орзул. Был большой скандал. А спустя 10 дней Дзюба забил за Ростов победный мяч в Екатеринбурге. И это был отличный повод красиво обратиться к супруде. Посвящаю гол любимой жене, которую безумно люблю и который за многое благодарен. Хочу, чтобы у нас все было хорошо. Георгий Пеев в 2008-м забил Зениту и очень забавно сказал в интервью. Хочу посвятить этот гол жене, потому что давно этого не делал. Знаете, на обычных мужей жены обижаются, если давно цветов не дарили. А футболистам сложнее, им надо еще и голы регулярно посвящать. Ну и абсолютно всем мужчинам крайне нежелательно забывать памятные даты. Бразильский защитник Миранда, видимо, уже попадал с этим прежде. Поэтому даже взрыв эмоций, когда он забил победный мяч на 90-й плюс минуте в ворота Аргентины, не отвлек его от главного. В этот день, 16 лет назад, я встретил свою жену. Хочу отпраздновать гол с ней и с детьми. В общем, ребят, как сцените профессиональными футболистами, не забывайте про жену. Обидеться. Восьмое место отдаем легендам футбола, которым воздали должное игроки современности. Хотя, признайтесь честно, нам, да и многим из нынешних футболистов, вообще нет дела до героев прошлого. Но не всем. Вот вы могли ожидать от Александра Кокорина динамовского периода, что он отреагирует на уход легендарного, но все-таки не самого знаменитого динамовца Валерия Маслова в соцсетях? И как отреагирует? Текст поста берет за душу. А главной динамовской легенде посвящал свою хорошую игру Владимир Габулов. Он отбил пенальти в важной игре Лиги Европы со Штарилом и гостевую победу использовал как повод напомнить о юбилее великого предшественника. Очень рад, что удалось приурочить победу 85-летию Льва Ешина. Ну и самая мощная история. Все мы знаем об эго Криштиану Роналду. Он всегда подчеркивает каждое свое достижение. И вот в игре Ла Лиги Криш кладет два, в том числе четырехсотый гол за карьеру. Но после матча говорит не о юбилейном достижении, а об ушедшем накануне Эйсебио, который был номером один португальского футбола до появления Роналду. Я посвящаю эти голы вам, Эйсебио. На самом деле это были вы, кто их забил. Вы всегда будете в моем сердце. Вот это было красиво. Седьмое место и тема, которую мы уже по касательной затронули в начале, но она достойна отдельной позиции. Посвящение командным врачам. Вот, например, знали ли вы, что победный гол в финале Евро-2016 нападающая локомотива Эдер посвятил психологу Сюзанне Торрес. У Эдера, скажем прямо, среднего игрока, получилось войти в историю явно не случайно. Луис Суарес мог пропустить чемпионат мира 2014. Он получил травму колена на тренировке 22 мая. Подобные повреждения мениска требуют от четырех до шести недель для восстановления. Но Луис вышел уже во втором и третьем туре на матчи с Англией и Италией, в которых провел по 90 минут на поле. Феноменальные сроки восстановления обеспечил физиотерапевт Вальтер Феррейра, который уже тогда был болен раком, но ради занятий с Суаресом сократил свой лечебный курс. Когда же, спустя два года специалист скончался, Суарес посвятил ему гол в ворота Бразилии и не мог сдержать эмоций. И даже Андрей Ршавин, который, по мнению многих, на пике карьеры зазвездился, запомнился своим внимательным отношением к клубному персоналу. Один из двух своих первых мячей в АПЛ он посвятил медику. В первом тайме мне разорвали бутсы вместе с кожей, в перерыве ногу зашили. Забив второй, я побежал к врачу, чтобы его поблагодарить. Честно говоря, сам только недавно узнал эту историю. Ну, Андрей, круто. Шестое место занимает посвящение футболистов проблемам. Ведь футбол самый популярный вид спорта, и просто внимание игроков реально может что-то изменить. Например, в 2008-м Криштиан Роналду стал послом Красного Креста. Тогда эта организация вместе с УЕФА проводила кампанию по сбору средств в фонд помощи жертвам противопехотных мин в Афганистане. Роналду забил на евро чехом и сказал после игры, что этот гол в копилку Красного Креста. Леонель Месси в 2017-м посвятил гол детям с сонкозаболеваниями. Тогда в Барселоне собирали деньги на создание крупнейшего центра лечения и исследование детского рака. Акция называлась «Для храбрых». Лео, поразив ворота Сивилье, сделал жест, которым показал свою солидарность с больными детьми, чем сильно помог быстрее собрать нужную сумму. Но круче всех выступил Златан Ибрагимович в 2015-м. Он помог благотворительной организации World Food Program привлечь внимание к проблеме голодающих. И это был не просто жест или слова. Ибра набил на теле 50 имен голодающих, и после очередного гола за Париж продемонстрировал новые татуировки всему миру. Если бы я мог, я бы нанес на свое тело имена всех 805 миллионов людей, которые страдают на планете от голода. Агалиф Торс, швед, естественно, получил желтую карточку, но это было неважно. Сам жест был очень сильным. А при просмотре ролика, в котором сам Ибрагимович считает текст, в момент, когда он снимает футболку, пробегают мурашки. Разумеется, о Златане и его поступки написали все мировые СМИ, и это очень помогло фонду спасти немало жизней. На пятой позиции самые сентиментальные футболисты отцы и их дети. Посвящать голы новорожденным, наверное, это было принято всегда. Но на Мундиале 94-го года бразилец Бибетто, об этом я когда-то рассказывал, забив четвертьфинали голландцам, придумал классное празднование, которое стали повторять по всему миру. Так сын знаменитого нападающего стал известен всему миру сразу после своего рождения. А теперь самое интересное. Того паренька в 94-м назвали в честь звезды немецкого футбола Лоттера Матеуса. И сейчас Матеус Оливейро вырос и тоже является профессиональным футболистом. Он играет на позиции атакующего Хава. Матеус немного выше отца и классно бьет головой. Звездой не стал, но в последние годы выходил в португальской высшей лиге и даже забил один гол за клуб Гранд по местным меркам Лиссабонский Спортинг. Но самое главное, мы с вами знали его уже с рождения. Хэпануть почти так же, как Бибетто удалось Карлосу Тевису. Забив победный Милану в 2014-м, он оригинально посвятил гол сыну. Брутальная футбольная звезда с оской во рту. Эти кадры облетели весь мир. Но самая эмоциональная история случилась с одним из триумфаторов позапрошлого сезона АПЛ Давидом Силвой. Он не поехал на празднование чемпионства как раз из-за проблем в семье. Силва отправился в больницу к жене и сыну. Многие переживали за недоношенного первенца-футболиста, который появился на свет сильно раньше срока и был вынужден бороться за жизнь. Сам Давид из-за этого пропустил несколько матчей Сити. И как же круто было, когда во втором туре прошлого розыгрыша АПЛ Силва вышел на предматчевое построение со своим здоровеньким малышом. А еще и забил. И понятно, кому посвятил этот гол со штрафного. Все были в восторге, особенно Минди. Да, у меня голевая, или даже больше. Да, у Куна хет-трик. Но лучшим все равно был этот парень. И я говорю не про отца. Поздравляем, Давид. Четвертое место. Повторюсь условно, в этом топе все лучшие. Отведем посвящение партнерам и коллегам. Это тоже очень трогательно. К сожалению, и с футболистами случаются трагические случаи. И в такие моменты все партнеры играют ради коллег. Мы помним, как Анвар Эль-Гази посвящал голы Абдельхаку Нурии. Как о Давиде Асторе говорили в Италии вообще все. А Виктор Уга, заменивший в составе Ферентины трагически ушедшего капитана, забив, по-военному отдал честь Астории. Но самая знаменитая история на эту тему – гол Иньесты в финале Чемпионата мира 2010. Вы наверняка помните, как Андрес продемонстрировал надпись «Дани Хархи всегда с нами». Хархи был другом Иньесты. Он капитанил в Эспаньоле и скончался в 2009 году от сердечного приступа в возрасте 26 лет. Кто бы вспомнил об этом парне, если бы не Иньеста. Думаю, поддетая майка дополнительно мотивировала Андреса забить, чтобы привлечь максимум внимания. И он это сделал в финале. Вообще же, в футбольном мире всегда стараются поддержать и травмированных партнеров. Один из вариантов – повторить празднование гола. Например, как сделал Рахим Стерлинг, посвятив гол Габриэлу Жезусу, который в предыдущей игре выбыл с травмой колена. Стерлинг подписал фотографию в соцсетях. Это было для тебя. Случается немного забавной ситуации. Так Инсиньо осенью 17-го хотел поддержать травмированного партнера по Наполе Милика. Как и положено, забил гол, но персонал ошибся и вручил ему майку другого поляка – Петра Зелински. Ребята со скамейки исправились и оперативно обеспечили Инсиньо нужным реквизитом, но жест все равно был очень классным и по-настоящему дружеским. Третье место для родителей. Вроде так просто сказать спасибо папе и маме, но не всем удается сделать это вовремя. Редко, когда мы восхищаемся человеческими качествами Серхио Рамоса, а он, между прочим, посвятил свой 50-й гол за Реал самому главному человеку в своей жизни. Я ждал этого юбилейного мяча и с любовью посвящаю его маме. Фрэнк Лэмпорт, потеряв мать, не расклеился, а ради нее усердно тренировался и классно отыграл в ближайшем матче против сильного соперника. Спустя несколько лет Фрэнки стал лучшим бомбардиром в истории Челси и сделал новое посвящение. Мама была моим самым большим поклонником. Этот рекорд для нее. Осенью 16-го ушла из жизни мама бразильца Виллиана, и его партнеры по команде как могли поддержали игрока. Коста и Азар праздновали голы, показывая номер 22 и W, первую букву имени Виллиана. Бразильцу было очень приятно. Ну и как не вспомнить слезы Рональдинью, скорбившего в связи с уходом своего отчима. Естественно, волшебник сделал все сказочно красиво. Хет-трик и один из голов удар красавиц в память о близком человеке. Он так мог. На втором месте дань уважения тренерам и клубному руководству. Давид Луис, забив в ответном матче плей-офф в Лиге Чемпионов, когда его ПСЖ прошел Челси, посвятил гол Лорану Блану. Тренера критиковали, но он сохранял спокойствие и рассудительность. Я подошел к нему и сказал, что посвящаю ему гол, потому что он этого заслуживает. У Игуаина с наставником Гаттуза было немного иначе. Аргентинский форвард долго не мог отличиться, и ему требовалась поддержка, которую тренер оказал в полной мере. И когда Игуаин все-таки забил, да еще и победный, этот мяч он посвятил Рина. «Дженнаро всегда в меня верил». После трагической гибели владельца Лестера, Вишая Шривадана Прабха, конечно, ему посвящали голы и победы игроки клуба. Но круче всего было то, что даже Риэт Морес, на тот момент уже игравший за Сити, тоже посчитал нужным отдать дань уважения, посвятив победный мяч ворота Тоттенхема своему бывшему работодателю. Вот так выглядит подлинное уважение. Ну и мы добрались до первого места сегодняшнего условного топа. Здесь посвящение любимым бабушкам и дедушкам. Вы наверняка знаете историю бабули Месси, которая уговорила тренера взять маленького Лео в команду и тем самым сыграла огромную роль в его судьбе. Лео обещал, что будет посвящать голы только ей, за исключением момента, когда у него родился сын. И мы до сих пор очень часто видим, как аргентинец вскидывает руки к небу. Партнер Месси по сборной Анхель де Мария в стартовой игре Кубка Америки 2016 с Чили очень эмоционально отметил гол, которым почтил память ушедшей бабушки. Она гордилась мной, когда я играл за национальную команду. Мама сказала, что я должен остаться в сборной, но я и сам хотел играть, чтобы посвятить бабушке свой успех. Лука Джорджевич, забив прошлой осенью за тульский арсенал, очень крутой гол ударом Скорпиона, посвятил его своему дедушке, который тяжело болел. Феерическая история произошла на Кубке Америки этого года. Форвард Бразилии Ришарлисон реализовал пенальти, сняв вопросы о победителе в концовке и решил уважить свою бабушку, который обещал посвятить свой успех. Но, видимо, от перевозбуждения на послематчевом интервью он просто забыл ее имя. Бывает же такое. Через минуту игрок вспомнил имя бабули и просто влез в эфир, прервав интервью Казимира. Дона Жулита. Мою бабушку зовут Дона Жулита. Еще одна суперстория. В 2015-м клуб третьего дивизиона Престон Норт Энд дошел до 1-8 Кубка Англии, где встречался с Манчестер Юнайтед. Престон проиграл 1-3, но зато единственный их гол забил защитник Скотт Лейерт, получивший за это 1 фунт от любимой бабушки. Когда мы были детьми, бабушка все время давала мне и моим братьям 1 фунт за забитый гол. Несмотря на то, что мне 26 лет, стараюсь продолжать эту традицию. Бабушка была первым человеком, которому я позвонил после игры с МЮ. Это был мой самый значимый гол в карьере. Я сказал ей, я хочу этот фунт. Конечно, я просил больше, ведь это все-таки Манчестер Юнайтед, но бабушка сказала, что об этом в нашем с ней соглашении ничего не сказано. За всю профессиональную карьеру Лейерт, кстати, забил уже 30 мячей. Заставил бабулю раскошелиться. Ну и самая милота. Александра Флоренция не мог не отметиться голым, когда его 82-летняя бабушка впервые посетила стадион. И Сандра не ограничился воздушными поцелуями, а побежал на трибуну, чтобы обнять ее. После того, как я сыграл за сборную, бабушка сказала, что придет посмотреть на меня вживую, и я забью. Так и случилось. Ну классно же. Друзья, получился вот такой необычный выпуск, и я его тоже сделал не случайно. Недавно ушла моя любимая бабушка, которой в детстве я ездил на все лето каждый год, и если бы не она, я не знаю, что бы из меня получилось. Так что весь этот выпуск специально в честь нее. Любите тех, кто рядом с вами, и не стесняйтесь об этом им говорить. Саня Журавлев, Мяч Продакшн. Пока.